МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так получилось, что 198-й выпуск открытой политики совпал с днем празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И я не могу, естественно, обойти стороной это событие. Я родился и вырос в Советском Союзе. И для меня этот праздник всегда был главным, центральным. Наверное, останется на всю жизнь таким. Я поздравляю всех тех, кто чтит и считает этот день великим днем в истории нашей страны. Я также считаю, что это еще и самый важный день памяти. День памяти о тех, кто остался на той войне, о тех миллионах безымянных солдат, которых наскоро закопали под Сталинградом, под Ржевом, под Дрезденом или под Берлином. Тех миллионов человек, чьи своей жизнью заплатили за то, чтобы мир был таким, каким он есть сейчас. Я не считаю героями этой победы полководцев. Я считаю героями этой победы солдат. И 9 мая теперь уже, наверное, для меня и для многих это день скорби и памяти. Прав был великий Астафьев, который именно так сформулировал свои отношения к войне. А он знал, о чем говорит. Человек прошел всю войну. И, пожалуй, честнее считать этот день именно днем памяти, а не днем вот этого веселого мракобесия с полетами вертолетов, салютами и прочей билибердой. Ну а теперь к событиям прошедшей недели. Эти события уже привычным образом у нас в республике увязываются с событиями, происходящими в Москве и в центре России. И в этот раз неделя не была исключением. После выступления Путина на совещании по эпидемиологической обстановке в стране, естественно, мы ожидаем каких-то событий в Башкирии. Ну, собственно, что сделал Путин? Путин, как обычно, выкинул необычный фортель. Он полностью делегировал губернаторам право и решение о порядке выхода из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Собственно, Путин долго и витьевато объяснял, почему это происходит. Но надо, наверное, упростить эту задачу. На самом деле, судя по всему, Центр и Кремль не в состоянии полностью и эффективно модерировать события в регионах. И, логично рассудив, они свалили эту тяжкую ношу на губернаторов. Губернаторы и конкретно наш Хабиров, конечно же, попадают в чрезвычайно сложную ситуацию. Дело в том, что они не привыкли работать в подобной парадигме. Они привыкли работать в условиях жесткой вертикали, когда из Кремля им объясняют, что нужно делать буквально дословно, а не просто исполняют. А потом Кремль оценивает, насколько успешно у них получилось выполнить задачу. А теперь, значит, некий карт-бланш. С одной стороны, это какая-то совершенно феерическая свобода, с другой стороны, колоссальная ответственность. Дело в том, что Владимир Путин обозначил две задачи, которые, по сути, противоречат друг другу по тому, как они будут исполнены, и либо одна, либо другая. Я говорю о том, что Путин сказал, что нужно одновременно сохранить экономику регионов и не допустить распространения инфекции. Ну, собственно, как это сделать? То есть, либо нужно закрыть, и самым жестким образом закрыть население по домам и полностью парализовать экономику, либо нужно открывать предприятия, выпускать людей на работу, тем самым спровоцировав дальнейшие заражения, которые неизбежно будут, так как все-таки все инфицированные, зараженные и больные не выявлены и не могут быть выявлены до конца. Конечно, это патовая ситуация. И, несмотря на то, что Путин так очень серьезно и строго пригрозил, что губернаторы несут личную ответственность за решение и первой, и второй задачи, естественно, будет оцениваться некий баланс между решениями этой задачи. Но население, между тем, показывает все больше и больше нигилизм и презрение к тому, что им диктует власть. Дело в том, что вот в последние дни буквально в Уфе был отмечен абсолютно минимальный уровень самоизоляции за все время проведения наблюдения за этим процессом со стороны Яндекс.Сервисов. То есть 1,6 был индекс вот этой самоизоляции, что ниже, чем когда-либо было раньше. Понятно, почему это происходит. Тут причин целый букет. Это и отсутствие денег, и усталость, и вот это, значит, раздражение, накопившееся у населения, и невнятица, которая идет со стороны властей в части объяснения резонов вот этих всех мер, и некие перегибы со стороны конкретно у нас здесь Башкирии с карательными мерами и, по крайней мере, угрозами о них. Ну, в общем, все это вместе, конечно, дает вот такой обратный эффект. Ну, так или иначе, 12 мая Хабиров пообещал, прошедший в четверг оперативки, пообещал огласить новый порядок, в котором мы будем жить, начиная с этого 12 мая. Надо, конечно, отметить, что выбор 12 мая для оглашения вот этих новых правил – это максимально неудобная дата в том смысле, что, перенеся оперативное совещание с 11 на 12, Хабиров ставит в очень неловкое положение огромное количество людей, которые до юра формально 12 утром должны выйти на работу. Дело в том, что указ Владимира Путина заканчивается 11 мая включительно, и, соответственно, 12 мая люди должны выйти на работу. И что им делать? Хабиров всяко разное не с утра пораньше зачитает свое решение, а где-нибудь к обеду. И люди, вышедшие на работу к 8-9 утра, окажутся в ситуации запрета, если Хабиров не разблокирует эти запретные меры, либо кто-то не пойдет на работу, ожидая выступления Хабирова. В общем, конечно, хронологически худшего выбора, наверное, сделать было нельзя. Не знаю, почему они решили не собираться 11 мая, видимо, после вот этих вот их собственных празднований 9 мая, потому что праздновать публично и на улицах 9 мая будут только чиновники и те, кто участвует в этих вот потешных мероприятиях по провозу всевозможной технике. Ну, в общем, как бы там ни было, ждем 12 мая. Немного пробежимся по содержанию оперативного совещания, которое состоялось в минувший четверг. Оно было полностью посвящено проблеме COVID-19. Собственно, это было заседание штаба по борьбе с инфекцией. Заслушали цифры, заслушали несколько докладов. Хабиров охарактеризовал темпы роста заболеваемости в Башкирии как стабильный рост. Ну, мы уже начинаем привыкать к вот этой перверсии в фразеологии российских властей. Любую негативную картину они могут сформулировать как некое достижение, как там ускоренные темпы падения и прочее, и прочее. Ну, в общем, теперь у нас стабильный рост. Действительно, в последние дни почти по 90 человек заболевают в Башкирии. И на самом деле это не стабильный рост, а рекордные показатели. На утро 9 мая официально признано 1332 заболевших коронавирусом. Из них 361, вернее, еще 361 – это выздоровевшие от коронавируса. И 14 человек умерло. Причем эта цифра не меняется с 20 апреля. То есть практически 20 дней у нас нет ни одного официально погибшего от коронавирусной инфекции. Но об этом мы поговорим чуть позже. Продолжим про оперативку. Хабиров сообщил, что он не планирует открывать крупные торговые центры, но склонен к тому, чтобы разрешить работать магазинам с отдельным входом, в том числе пронтоварным магазином. Зачем-то отдельно остановился на мебельной отрасли, которая очень сильно страдает в условиях вот этой блокады. Пообещал, что к 1 июня, наверное, может быть, откроются торговые центры. И поговорили немного о вахтовиках. Напомню, что за медицинскую деятельность правительства в администрации Хабирова теперь отвечает Ренат Баширов. Собственно, заслушали Баширова. Баширов сообщил, что к четвергу в Башкирию прибыло 777 вахтовиков, из которых 8 уже госпитализированы с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Один госпитализирован с подтвержденным ковидом. 7 мая он ждет еще 295 человек. План, который был поставлен Хабировым по вывозу вахтовиков, Баширову исполнить не удалось. Напомню, что вообще всех 1800 человек должны были вывезти к 8 мая. Однако Баширов начал ссылаться на то, что он не может договориться с Якутией, что нет самолетов, что Газпром его игнорирует. И вообще часть заболевших, которые там уже зафиксированы в Якутии, решено оставить на месте. И там непонятно каждый день меняются решения. В общем, Баширов откровенно ныл. На самом деле интерпретировать это можно только как неспособность справиться с задачей, неспособность договориться с партнерами. Судя по всему, Хабиров именно так и расценил эту ситуацию, потому что достаточно раздраженно прокомментировал, что Баширов должен более настойчиво объяснять коллегам в Якутии и в Газпроме о том, что Башкирия очень хочет и намеренно принять всех вахтовиков на свою территорию. Но тут еще есть одно противоречие, которое включилось на федеральном уровне. Я говорю о том, что главный санитарный врач Российской Федерации, мадам Попова, постановила не интернировать заболевших с территории на территорию и лечить их там, где они находятся в данный момент. В общем, конечно, отмечаю, что в очередной раз Ренат Баширов, взявшись за определенную задачу, конкретную, как правило, задачу, превращает ее в фарс и имитацию. Так было в Благовещенске, так было с санаториями. Теперь, значит, Ренат Баширов у нас намеревается размазать тонким слоем по тарелке вот эту кашу под названием Минздрав. С вахтовиками непонятно. После праздников, вероятнее всего, продолжится вот эта эвакуация. То, что будет с заболевшими, так и непонятно, то ли они останутся в Якутии, то ли они будут интернированы в Башкирию. Также заслушали оперативки господина Забелина, естественно. Забелин доложил статистику по заболевшим, по выздоровевшим, по умершим. Но сейчас сделаем акцент на смертности. Очевидно, что власти Башкирии, испугавшись того гигантского процента смертности, который был у нас еще месяц назад, напомню, что он был рекордным по России, там буквально второе-третье место по проценту смертности Башкортостан занимал по COVID-19, и вдруг смерти закончились. То есть 20 апреля последний человек умер, и больше никто не умирал, при том, что болезнь нарастает, количество заболевающих каждый день увеличивается, смертность ноль. Понятно, что попав в эти вот ножницы статистики, наши власти стали определенным образом подгонять этот показатель. Причем, по мере того, как эта ситуация длится и длится, становится очевидно, каким образом все это подгоняется. Ну, всевозможные фальсификации свидетельства о смерти. Единственный выход в этой ситуации. То есть человек умирает, и уговорить его не умереть не получается, да? В таком случае переписывается свидетельство о смерти, и пишется все, что угодно, только не COVID-19. Но как же они это делают? То есть существует некая единая государственная информационная система здравоохранения, существует региональная система промет, существует, в конце концов, родственники и прочие люди, которые не будут молчать, и, собственно, они не молчат. В интернете очень много сообщений о том, что есть в этот период за последние 20 дней погибшие от COVID-19, по крайней мере, предположительно погибшие от этой болезни, потому что, ну, действительно, все делается для того, чтобы никто не мог утверждать это уверенно. Есть очень подозрительная смерть Елены Никифоровой в Белебее, медсестры 56 лет, которая погибла 27 апреля, и, судя по тем фотографиям экрана системы промет, которые были сделаны в отношении ее истории болезни и смерти, там происходило что-то странное с заменой показаний, заменой, значит, данных в этой истории. Вот здесь с информационными системами есть вопрос. Насколько мне известно, система Единая Государственная Информационная Система Здравоохранения работает так, что в момент смерти пациента и закрытия его учетной записи, с этого момента изменить ничего в этой системе нельзя. Ну, и, казалось бы, это правильно. То есть, вот человек, у него идет лечение, идут какие-то процессы, но потом он, к сожалению, умер, подводится черта, закрывается файл, и, в общем-то, изменить его нельзя. Это очень правильная история, но тут есть нюансы. Еще в далекие хамитовские времена здравоохранение Башкортостана пошло, как обычно, своим путем и внедрило некую самостоятельную систему, информационную систему промет. Она локальная башкирская. Потом в России стали вводить единую систему, государственную информационную систему здравоохранения, и необходимо было встроить региональные системы, если они были, а были они в нескольких регионах России, встроить в эту общую федеральную систему. Так вот, стоимость этого встраивания несколько превосходила стоимость самой системы промет. Я уж не знаю, что там Хамитов нарубил себе на этой деятельности, это, наверное, как говорится, следствие покажет. Но получилось так, что наша система промет к вязчему удовольствию нынешних медицинских властей вполне себе пригодна для модерирования на республиканском уровне. То есть, переводя это на русский язык, можно сказать, что в системе промет изменения внести возможно. Вот это одна из лазеек, которую, по всей видимости, вероятно, на мой субъективный взгляд, использует Министерство здравоохранения для того, чтобы корректировать показатель смертности от COVID-19. Не только в Белебее есть вот эти подозрительные смерти, есть еще смерть Людмилы Васильевой, очень известного в Уфе человека. Она умерла 7 мая уже, в 2 часа 30 минут ночи, в день, когда Забелин делал доклад, но Забелин не внес ее в эту статистику. Тоже нельзя утверждать окончательно, что Людмила Васильевна умерла от COVID-19, потому что мы не располагаем документами, но так утверждают ее родственники. В общем, конечно, ситуация очень темная и очень смутная. Кроме всего прочего, Решат Хамадшин еще раскопал одну интересную историю о методике вынесения решений по причине смерти. Минздрав пересмотрел правила и методики, как диагностировать смерть и какую причину смерти вносить в свидетельство о смерти, и теперь, понимаете, мы находимся в неком выборе. То есть, как известно, COVID-19 обостряет все хронические болезни, и, как правило, люди умирают от мневмонии, от бронхита, от каких-то собственных хронических заболеваний, от диабета и так далее, почечной недостаточности, на фоне инфекции COVID-19. Так вот, выбор стоит простой – записать диабет, который и так был у человека, или писать COVID-19. Теперь инструкция позволяет и настойчиво рекомендует писать причиной смерти ту хроническую болезнь, которая уже была у человека. Умершими от COVID-19 можно считать только абсолютно здоровых до смерти людей, которые умерли исключительно под воздействием вот этого вируса. А таковых, конечно, ничтожный процент. Собственно, вот и весь инструментарий нашего Минздрава, который, судя по всему, используется для того, чтобы фальсифицировать данные о смертности Республики Башкортостан. На сегодняшний день этот процент смертности уже сравнялся со среднероссийским и примерно такой же, как в Москве. И, судя по всему, на следующей неделе Минздрав начнет аккуратно публиковать уже какие-то смертельные случаи от COVID-19, чтобы не превратиться совсем уж в какую-то чудо-республику, в которой люди перестали умирать от этой опасной болезни. Заканчивая обзор вот этой COVID-оперативки, я отмечу, что технологически совещание на удаленке не удалось сделать более совершенным. Опять были проблемы со звуком. Постоянно почему-то бегали по экрану квадратики с участниками. Приходилось глазами ловить, значит, куда Хабиров из правого, левого в нижний, правый переместился в угол, то в центр, то наверх. Зато удалось нормализовать поведение Мурзагула. Он сидел все заседание с каменным лицом. Фотографию, скрин с этого момента мы вам покажем. В общем, чуть-чуть стали наводить порядок на этом совещании. Завершая оперативку, Хабиров настоятельно просил граждан не приходить на празднование 9 мая на улицу, не выходить, не праздновать и так далее. То есть он несколько раз попросил настоятельно, значит, грозно и так далее. Но действительно, если уж изоляция, так изоляция. Это, наверное, будет первый грандиозный памятный день 9 мая, который справляется в новейшей России исключительно в условиях самоизоляции граждан и по домам. Еще из новостей борьбы с коронавирусом. Окончательно стало известно о том, что Рустам Ахмадинуров, как известно, у которого выявили 3 мая заболевание COVID-19, не смог заразить, слава богу, этой болезнью никого из своих многочисленных коллег и членов семьи. Судя по всему, у Рустама Маратовича выявлен какой-то особый, отдельный, уникальный COVID-19 «Единая Россия», который не передается однопартийцам и членам семьи. Это, конечно, случай уникальный. Я не устаю повторять и настаивать на том, чтобы Рустама Маратовича в герметично запечатанной капсуле передали для исследований во Всемирную организацию здравоохранения, а также намекаю на то, что Ватикан должен обратить внимание на это чудесное событие. Собственно, если перестать шутить, то нужно, наверное, задуматься над тем, как же так произошло, и как это объяснить с точки зрения науки, и не кроется ли за этим событием что-то большее или, к сожалению, меньшее, чем просто заболевание единороса, той болезнью, которая сейчас распространяется, по всей России. И опять Сибай попал в фокус внимания башкирских СМИ, и того и глядя выйдет на федеральный уровень снова, с наступлением жаркого времени года, с приближением лета. Судя по всему, и как мне кажется, выбросы из сибайского карьера усиливаются. На прошлой неделе техника аппаратура показала 25-кратное превышение по формальдегиду в воздухе Сибая. Это очередной раз говорит о том, что та проблема, которую героически решали в прошлом году, так и не была решена окончательно. Жители Сибая сообщают о ухудшении самочувствия, и на фоне пандемии COVID-19 вот эта дополнительная нагрузка на здоровье, конечно, никак не улучшает общую картину в городе. Но еще, что я отметил для себя из необычного, то, что жители Сибая наконец-то прозрели, внимательно присмотрелись к своему мэру, и произошло одно очень примечательное событие. На улицах Сибая, на мусорных контейнерах, в одном месте, даже непосредственной близости от опорного пункта милиции, появились изображения человека, поразительным образом напоминающего господина Авзалова, и под этим изображением, если всмотреться, действительно написано, вы проиграли. Это отсылка к тому последнему, возмутительному факту, который случился с этим, как бы человеком Авзаловым, который считается мэром Сибая, я говорю о том, когда он отказал людям, которые просили о финансовой помощи, под предлогом того, что они голодают, потому что не были оформлены официально на работу, и теперь они, как он выразился, проиграли. Так вот, неизвестно, что, конечно, до конца неизвестно, что проиграли Сибая со своему мэру, но у меня складывается впечатление, что они проиграли как минимум те 200 миллионов, которые были обещаны у ГМК, потому что так и непонятно, были они получены или не были получены Сибаем, а если получены, то куда делись, и не дай бог они были получены в обход всех законных правил, а сразу, как говорится, наличка и по карманам. Это мое предположение, но в этом нужно разбираться. В ближайшее время будут написаны запросы на тему просьбы прояснить вот эту ситуацию с обещанной помощью. Напомню, что эти 200 миллионов господин Казицын пообещал в присутствии Радия Хабирова в разгар вот этой всей сибайской истории с горящим карьером, и сейчас выясняется, что эти 200 миллионов странным образом до казны Сибая не дошли. Может быть, конечно, Авзалов имел в виду то, что сибайцы проиграли ему 200 миллионов, может быть, что-то еще, но так или иначе портреты горе мэра Сибая уже появились на помойках в городе Сибая, и я думаю, что это начинание продолжится. Я, честно скажу, в восторге от этого, потому что лучшим способом выразить свое отношение к городоначальнику, наверное, нельзя. Это поместить его портреты на помойки, на отхожие места и прочие, значит, совершенно однозначно понимаемые места в этом замечательном городе. Постепенно двигаясь от трагичного и серьезного к смешному и нелепому, переходим, пожалуй, что к смешному. Хотя в этом смешном тоже есть кое-что печальное. Я говорю о событии, которое мелькало в прессе в последнюю неделю. Речь идет о том, что чудо-женщина из Уфы Санния Томасова объявила голодовку, требуя от государства материальной помощи для всех граждан России, по 20 тысяч каждому взрослому, по 10 тысяч каждому ребенку. Ну, это женщина, способная простым вздохом потушить горящую избу, а мимолетным взглядом остановить табун лошадей, выбрала для себя почему-то именно вот такую вот манеру самореализации в медийном пространстве. Я, ну, с некой иронией, конечно, всегда наблюдаю за вот этими перфомансами Саннии, но в этот раз меня вдруг постигла одна неожиданная мысль. Очень похоже на то, что вот эти вот простые и прямолинейные требования материальной помощи населению, от которых так тщательно уворачивается российская власть, мы же видим, что во всем мире действительно деньги раздаются, да, то есть в Америке, в Европе, везде и в Азии в том числе, значит, государство начало выплачивать людям материальную помощь для того, чтобы они могли пересидеть вот эти вот тяжелые времена. Только не в России. Так вот, судя по всему, власти начали вкладывать вот эти вот требования в уста наиболее порочащих идею здравого смысла людей, таких, как там Навальный, как Санья Томасова, для того, чтобы подчеркнуть абсурдность этих требований. Понимаете, да, это такая на самом деле многоходовочка, а пускай Навальный или Томасова проорут про эти требования про 20 тысяч, и нам будет проще представить эти требования как нелепые и невыполнимые. Вот такая мысль меня посетила. Может быть, это, конечно, и теория заговора, может быть, я тут чего-то уже перегрелся в этой самоизоляции, но, тем не менее, вот такие мысли есть. Еще одна нелепая история произошла на прошедшей неделе. Я говорю о появлении уже в федеральной прессе фотографий, видео того, как несчастные пенсионеры переправляются через реку Уфе в попытке попасть в свои сады, куда их все-таки отпустил Ради Фаритович. Столпотворение на переправе, лодочники, значит, бабушки и дедушки стоят толпой, никаких масок, никакой самоизоляции и социальные дистанции. Ну, в общем, ужас-ужас, все это попало в федеральную прессу, на какие-то телевизионные каналы. Действительно, ужасно все это выглядело. На прошедшей неделе власти среагировали на эту ситуацию. Власти города Уфы, в частности, сказали, что вообще здесь мы ни при чем. Это какие-то частные лодочники, а рядом работала совершенно замечательная в санитарном смысле государственная переправа, но почему-то на нее пенсионеры идти не хотели. Объяснение здесь очень простое. Государственная переправа лупила такую цену, что пенсионерам она была не по карману, и они предпочли переправляться через реку вот у этих частных лодочников, которые брали за свои услуги вполне себе разумные 30 рублей. В общем, вот такая картина. Это лишний раз, конечно же, иллюстрирует неспособность властей города Уфы к организации простейших процессов. То есть для этого нужно, чтобы на федеральном уровне показали, как безобразно все это выглядит, только тогда город и наша администрация города начнут там чего-то шевелиться, и то начали они с переваливания с больной головы на здоровую, дескать, у нас-то все хорошо, у нас вот переправа, правда, никто на ней не ездит. На минувшей оперативке, которая прошла в понедельник на прошедшей неделе, Хабиров с упоением зачитывал статистические данные первого квартала 2020 года, там у него все выросло, сельское хозяйство выросло, промышленное производство выросло, значит, смертность от алкогольных отравлений там как-то космическим образом снизилась и так далее, и так далее. Все очень звучало очень здорово. Я не понимаю, то ли Хабиров зачитывает не всю статистику, которую существует, то ли он зачитывает ее выборочно, потому что, порывшись в статистике за первый квартал 2020 года, я, например, обнаружил такой показатель, что Республика Башкортостан заняла первое место в Российской Федерации, даже не в Павлужском округе, а во всей Российской Федерации, так вот, это первое место по преступлениям в состоянии алкогольного опьянения. В январе-марте 2020 года подобных преступлений случилось 2814. Второе место занимает Свердловская область 2671 преступления, и третье Кемеровская область, далеко как неблагополучная Кемеровская область, с 2600-4 преступлениями в состоянии алкогольного опьянения. В общем, вот об этой статистике Ради Фаридович почему-то решил умолчать. Ну, справедливости ради, надо отметить, что количество этих пьяных преступлений в республике Башкортостан в отношении того же периода 2019 года снизилось на 130 единиц. Однако мы, лидеры в Российской Федерации по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. Вот на это нужно обратить внимание. И не надо, пожалуйста, нам читать статистику выборочно. В ближайшее воскресенье я планирую провести очередной восьмой стрим. Так что, если кому-то интересно, подключайтесь, поговорим напрямую. Можете присылать вопросы заранее по-любому из видов коммуникации, в соцсетях, в комментариях и так далее. Всех жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова